Здравствуйте, уважаемые десногорцы! В эфире передача «Прямой разговор». И сегодня «Прямой разговор» будет поддерживать целая команда. Эта команда практически вернулась из Донбасса совсем недавно. Они в очередной раз были там в гуманитарной миссии. И я сейчас вам их представлю. Это атаман Богдановского казачьего хутора Анатолий Ульюшов. Сотник Центрального казачьего войска Евгений Воздрачев. И казак Центрального казачьего войска Вареников Олег. Все они принадлежат к Богдановскому казачьему хутору территориально. И вот это их, скажем так, непосредственный руководитель. У меня первый вопрос к Анатолию. Мы уже не первый раз делаем передачи о вашей миссии, о ваших поездках в Донбасс. Скажите, пожалуйста, давайте еще и предыстории. С чего вообще началась ваша гуманитарная акция, которая длится уже, скажем так, несколько лет? Гуманитарная миссия началась именно с событий, которые возникли на территории Украины в 2014 году. В принципе, с этого все и началось. Когда казаки, да и просто жители Донбасса, это Донецкая и Луганская областя, они как бы и обратились в Россию с призывами о помощи. Анатолий, скажите, пожалуйста, почему именно казаки откликнулись на призыв о помощи? У вас что, территориальная какая-то связь с Донецким казачеством? Казаки между собой общаются, между казачьими обществами атаманы, хуторов. Так, к Шишкину Сергею Владимировичу, атаману города Москвы, Верховы и Юго-Восток, были призывы о помощи Донбассу, жителям Донбасса. И после этого Шишкин Сергей Владимирович организовал движение благотворительное по сбору гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей. У вас как-то определенно стал называться этот фонд, насколько я помню, фонд имени святителя Тихона, да? Вот. Почему именно святителя Тихона? Ну, потому что это была действующая организация, которая именно занималась благотворительной деятельностью. А ждать какие-то, ну, как бы, создания других организаций, как бы, это потратило бы время какое-то. Ну, казаки, как бы, этот фонд создавали, насколько я знаю, для строительства храма в Марине, по-моему. Да, все правильно. Когда началась война, то есть, было срочно, то есть, дело переключено на помощь именно казакам, которые стоят на передовой, там. Потому что сразу и резко, как говорится, с места в обрыв, то есть, боевые действия начались серьезные, мощные, то есть, просто люди нуждались очень экстренно в помощи. Кто-нибудь еще, вот скажем так, общественные организации подключились к движению гуманитарного казачества? Кто именно все-таки поддержал на тот момент? Ну, это центральное казачье войско поддержало, офицеры России, организация, союз добровольцев России, боевое братство. Вот эти организации, они, как бы, и принимали активное участие. И, конечно же, жители нашей России, которые, как бы, отзывались и помогали. Вот, Анатолий, понимаете, вот такой вот, они обратились в помощь, они же не призывали вас идти и, скажем так, помогать им там на территории, время ведения этих, скажем так, действий. Как вы определили, какая именно помощь им требуется от российского казачества? Ну, непосредственно помощь была, требовалась, потому что по телеканалам России показывалось видео, где украинская армия, как бы, начала обстрел мирных районов Луганска, Донецка. И, как бы, неравнодушные казаки, да и жители России хотели для начала увидеть, как вот действительно происходит такое предательство, что Украина начинает бомбить собственный народ. Доказательство тому, там, видно, что прилетало даже на нашу таможню Российской Федерации, видно, как вот, если ехать через таможню... Да и подальше прилетало там. Да, 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 да. Прилетало. За 15 километров от границы, вот, ну, Олег вот, собственно, глазами в этот раз вот видел. Да, порушенные дома. На территорию России прилетало. Причем за 10-15 километров залетало там, где стоял лагерь беженцев, когда первые беженцы хлынули через Новошахтинскую таможню, их разместили непосредственно возле таможни. И украинская армия била по... Ополченцам. Ну, как они считали, ополченцам на границе. И беженцам. То есть, били по беженцам по своим жителям. По своим, да, жителям. Вот, и как только их уже, наша МЧС российская их оттянула от границы еще на 10 километров, они подтянули свою технику, грады непосредственно, и накрывали их градами. То есть, и били именно по беженцам, по своим же людям, которые убегали от войны, не хотели воевать. Или это были просто женщины и дети. То есть, вот как это было. Вот Олег собственными глазами увидел сначала, подумал, правда, что это сносили дома. То есть, ну, они зацепили там и наш населенный пункт, несколько домов разрушенных. Там Олег увидел, расскажет, может, дальше. Вы собирали гуманитарную помощь. Кто откликнулся, каким образом вы собирали вот эти продукты, вещи, медикаменты, которые вы везли жителям Донбасса? В этом году была реализована программа «Народ Донбасса» на территории Смоленской области. Непосредственно город Смоленск и город Десногорск. Были выставлены палатки по сбору гуманитарной помощи. И через вот эти пункты производился сбор гуманитарной помощи в виде средств денежных и продуктов питания, медикаментов, одежды теплой. И всего того, что нужно для людей, которые попали в столь сложную ситуацию. Анатолий, скажите, пожалуйста, вот мы все помним, что на территории нашего города стояла палатка, к которой подходили люди. И вы им объясняли, какая миссия, что вы там в этой палатке делаете. Как в Десногорске, скажем так, власти отнеслись к вашей вот этой работе на территории нашего города? Ну, как бы для Десногорска это было что-то новое, потому что до этого момента таких, наверное, не было таких сборов гуманитарной помощи. Конечно же, поначалу было нелегко, потому что и жители, и да, скорее всего, больше, наверное, жители сомневались вообще, куда это собирается, куда это доходит гуманитарная помощь. Ну, потом сомнения у всех развеялись, так как, правда, она сильнее, и гуманитарная помощь доходила до адреса именно, где с призывами о помощи люди обращались. Евгений, вот вы не первый раз уже бывали там с этой миссией. Скажите, пожалуйста, ждут люди вот этой помощи от вас, надеются на то, что вы все-таки не оставите их вот в такой тяжелой ситуации? Ну, я скажу больше, они надеются только на нас, потому что вот в предыдущем нашем интервью, когда мы встречались, кажется, год назад или чуть больше, там, я четко и ясно, и выражали мы свою позицию, и они свою, то есть, что надеются они только на нас, надеются им больше, на самом деле, не на кого. Украина их отрезала полностью, то есть, никаких поставок. Раньше еще, когда там что-то было, там какие-то поставки с Украины, сейчас этого уже ничего нет. А там банановая республика, понимаете, то есть, она, кроме угля, там ничего, там шахтеры в основном. В основном шахтеры русские рабочие люди, они себя, там слово русский я слышу больше, чем здесь, на самом деле. То есть, вот сколько я там уже, я действительно общался, старался общаться как можно больше с местными, с местными людьми, то есть, с женщинами, с детьми, со стариками, с военнослужащими, само собой. То есть, и что я могу сказать, что да, они именно ждут помощи только от нас, и называют себя русскими. Они русский народ, они так считают. Кому предназначалась помощь, которую вы везли на территорию Донбасса? В данный раз. В этот раз? Значит, в этот раз помощь шла через МЧС-конвой, то есть, мы входили в состав конвоя МЧС, шло нас семь машин, то есть, четыре фуры, две газели и, кажется, Форд Транзит еще, да, с нами? Да, бусик Форд Транзит, да. Да, то есть, заходили мы в Семерон, то есть, и распределялись дальше следующим образом, то есть, каждая организация, то есть, имеет связь с какой-то благотворительной организацией на территории Луганщины в этот раз, и Донецка, то есть, приезжали люди из Донецка, с нами встречались. Мы сами в этот раз в Донецк не ездили, так как у нас было мало времени, у нас ограничено было время в этот раз, и были только на территории Луганска. Вот, что касаемо того, как это распределялось, я могу сказать следующее. Это распределялось через фонд благотворительное единство, то есть, когда мы заходим в СНЧС, нас распределяют каждому свой город, допустим, там город Свердловск, его охраняет 12-й территориальный батальон Рим, это действующая армия ЛНР, уже они входят в состав, то есть, то, что я увидел в этот раз, меня порадовало очень. Вы заметили какие-то, скажем так, изменения в армии, каждый раз вы встречаетесь с военными, что-то изменилось? Да, я не перестаю убеждаться, ничто новое не рождается без мучений, без, к сожалению, крови, это не обошлось в этом конфликте, как и во многих других. Но здесь появились уже совершенно новые люди, можно сказать, то есть, с определенным складом ума, и организации стали работать на полную, наверное, скажем так. То есть, то, что я видел там полтора-два года назад, это было, ну, еще сыровато все, да, сейчас я вижу серьезные структуры, все решается быстро, четко, главное, чтобы были документы. То есть, у нас все документы в порядке, мы зашли без проблем. В составе конвоя МЧС завозим гуманитарную помощь на территории Луганской Народной Республики под эгидой боевого братства Приморского краевого отделения Всероссийская общественная организация ветеранов. Прошли таможенный контроль, прошли паспортный контроль, стоим на парах, греем машину, готовы выехать на помощь нашим ребятам, которые находятся на передовой, привезти лекарства и деткам все привезти. Дальше благотворительный фонд «Единство» города Свердловска распределил помощь. Мы это все дело выгружаем на складе, то есть, приходят представители, то есть, мы с руководством подразделения и представителями благотворительного фонда смотрим списки, что мы завозим в этот раз и решаем, куда, как распределить. То есть, значит, в данный раз мы распределили через фонд «Единство» в четыре пункта назначения. Это был город Свердловск, непосредственно батальон «Рим-12» и город Ровеньки, это что относительно охранников наших границ. это «Атаман Кулькин», это 13-й территорийный батальон, это город Ровеньки, да. И, значит, в Донецкую детскую юношескую спортивную школу Олимпийского резерва по гимнастике ушла гуманитарная помощь очень много, для деток собрали, там Смоленск помогал хорошо в этот раз, и для детей хорошо собрали в этот раз гуманитарную помощь, хорошую такую, то есть, которая именно там нужна была. Вот, то есть, мы отправили в Донецк и, значит, в интернат, в интернат, это под Свердловском. Вы сами непосредственно ездили в этот школу, в школу, в интернат, как вас встречали там? Ну, вы знаете, вот в интернате, допустим, нас не встречали и нас вообще не ждали, там, вот в чем дело. То есть, она настолько обрадовалась, директор, что она говорит, ну, Богом забытое место, там, понимаете, то есть, там, ну, мне даже как-то тяжеловато об этом говорить, потому что, ну, трудно рассказать, на самом деле, то, что там видишь, там, если я, я просто занимаюсь не только благодарительной деятельностью, там, я и здесь вожу по интернатам, то есть, и разницу я почувствовал, допустим, и чувствую сразу, то есть, что какие там дети, какие здесь, здесь все-таки у нас, можно сказать, можно жить, а там, ну, там рады дети, ну, каждой мелочи, то есть, там, не то, что там конфетки, там, рады, там, понимаете, там, вот. Да, конфеты, это было просто, без слез нельзя было на это смотреть, когда они были рады конфетке, понимаете. То есть, взрослые, с нами были взрослые мужчины, вот, я брал с собой волонтеров, как-то раз брал, посмотреть, вот, как они собирали, и куда это все, и как это все происходит, то есть, и взрослые мужчины, которые по 50 лет стояли и плакали, то есть, это было. Ну, в этот раз, вот, вы тоже посетили интернаты и привезли подарки. Да, привезли. Но его командира даже спутали с Дедом Морозом дети там. Да, дети спрашивают, а что вы, Деденька, Дедушка Мороз? Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! А вот, почувствовали вы разницу между воинством тем, которое было несколько лет назад, и то, каким оно стало вот через несколько лет? Разница огромная. Разница огромная, потому что это действительно армия. Армия. То есть, это четкая, отлаженная машина, которая не отступит назад, в которой очень много молодежи. В этот раз это меня порадовало, потому что, вот я говорю, по состоянию здоровья, я почти полтора года не был там. И в этот раз я почувствовал огромную разницу в том, что я вижу молодых парней. Хотя, к сожалению, я вижу на стене таблички с черной ленточкой. Они не кончаются. Но молодежь это не останавливает. Молодежь идет, молодежь учится. Я увидел хорошую форму, я увидел хорошую обувь, хорошее кормление, как было, так и осталось. С питанием, слава Богу, было всегда хорошо. И, соответственно, на передовой я увидел изменения, колоссальные изменения относительно заградительных систем, относительно укреплений. То есть, это уже внушает доверие. То есть, чувствуется, что ребята стоят уже, не так сказать, в сырых окопах. То есть, уже живут, уже быт налажен, уже есть у них где и помыться, и покушать, отличная кухня. Вот я в этот раз на Веселой горе, то есть, я убедился, что там вот, мы до этого там кушали, и в этот раз, то есть, здорово. То есть, относительно того, что было. Хотя, это, конечно, все это война. Да, это все относительно, и все-таки там эта война. А скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы не только с гуманитарной миссией там побывали, вы еще возили награды бойцам и командирам. А скажите немножко, кого и за что вы награждали, и кто был наградодателем? Ну, это, можно сказать, было двоякое, то есть, такое у нас двойное награждение. И нас награждали, и мы награждали. Начнем, наверное, с моего командира расскажу, то есть, про командира Игоря Дмитриевича Радченко. Он представитель организации «Боевое братство Владивосток». Это, не более, не менее, председатель. Вот. С этим человеком я познакомился на фронте, познакомился в одной из предыдущих командировок. То есть, и мы продолжили общение. Когда он узнал, что мы проходили службу в районе Владивостока в свое время, то есть, он еще к нам стал относиться теплее. И вот они нас приняли в организацию, свое «Боевое братство» тоже. Так что, теперь хутор Богдановский, казаки Смоленска, то есть, имеют плотный, серьезный контакт с Владивостоком, с организацией «Боевого братства», которая там не только она, там и хутор казачий у них. И какую награду ему вручили? Ему вручили, и полной его неожиданности, ему вручили медаль за освобождение Донецка. Не более, не менее. А вы какую награду от избегательства? Ну, мы вручали, мы, значит, вручали награды от организации «Боевого братства», от хутора Богдановский, мы вручали комбату, командиру 12-13 территориального батальона. Потом мы ездили непосредственно на передовой, ребята, которые стояли, которые достойные награды. Один из бойцов, у нас аж три медали ему вручали. То есть он прямо пришел вот с передовой, то есть, можно сказать, пришел, хотел отдохнуть, и тоже мы его застали в неожиданность, потому что там это именно ценится. Потому что там настолько вот эти нотки души затрагиваются, когда человек находится в этом состоянии. Ну, мало ждешь. Таких моментов их очень мало. И как раз-таки вот это и ценится, что когда тебя приезжаешь, ты не видишь человека полтора года, тут вот это твой командир, бывший, то есть вернулся, и вот тебе сразу три медали вручают. То есть это, конечно, здорово. Хотелось бы сказать большое спасибо казакам, те, которые не словом, а делом помогают бойцам республики, бойцам Новороссии, те, которые не сидят в компьютере, читают диванные войска, диванные казаки. Ставят лайки только. Ставят только лайки. Те, которые делом, у нас сейчас помогают все то, чем может. То, чем может. И можно по какой-то причине сейчас стоять в ряду с нами, но придет время, когда сможет, потому что сейчас будет перемирие. А так я верю в то, что братья казаки поднимутся, приведутся, будут вместе с нами защищать не только нашу Родину, но и свою Родину. Потому что пассажир сейчас у нас везде, и его нужно уничтожить. Правильные слова. Мы вместе с Россией, потому что мы здесь русские, раздорные в этом сцене. В отличие от ребят, которые там были не первый раз, скажите, пожалуйста, ваше впечатление, вы же взрослый человек, и первый раз вы попали на эту территорию, и первый раз напрямую общались с бойцами. Скажите, там действительно фронт? Да, да, окопы, все настолько страшно, на самом деле стреляют, все так, как было, так, ну, как бы было, я не видел, но как по телевизору видел, но на самом деле так и есть. Ну, только что, вот как говорит Евгений, что раньше там такие были, а сейчас молодые ребята, очень молодые ребята, и защищают свои дома. Скажите, пожалуйста, вот ваше впечатление, да, вот я посмотрела видео, вы идете вот буквально по фронтовым окопам, вы идете по передовой, и вы видите, что вот это все, это конец территории ЛНР, и там дальше это все, понимаете, хотя это славянская земля, но это враги там. Враги. Все по периметру ходят, минируют наши ребята, чтобы они не прошли сюда. Потому что если они пройдут, то опять же будет то же самое. Я видел весь Луганск, который весь разбит, все заправки, все разбито. Даже уже перед нашей границей и там все разбито. То есть они лупят и лупят, стреляют и стреляют. Вот на ваш взгляд, человека, который там побывал первый раз, как вы думаете, на чем держится дух вот этих вот ребят, солдат, совсем молоденьких, они ведь, понимаете, совсем другая эпоха, совсем другое поколение. Откуда у них такой патриотизм? Ну, наверное, потому что у них там дети в этом городочке, и их, может, и родители, и все остальное, и им дорого, и куда им бежать. Вы человек мирный, да? Вы первый раз попали в такие условия, да? Ощущения какие были? Ощущения, потому что надо помогать брату-брату, иначе какие ощущения? Сегодня их, завтра нас. На вашем видео я видела немых свидетелей тех боевых действий. Во-первых, микроавтобус, изрешеченный пулями, и второе, самое страшное, это памятник вот танкистам, которые погибли, прикрывая. Расскажите, пожалуйста, об этих вот кадрах. Микроавтобус, который вы видели, он стоит на передовой, на позиции. Это микроавтобус, на котором раньше перемещалась одна из групп, входящих в подразделение Рим. Досталось ему, да, наркрыла его артиллерия, и так ему досталось. Да, он уже умер, просто оставили как памятник. Уже он немой, да, все. Замолчал. А раньше он гремел, то есть, неплохо гремел. А танк, танк, это, да, эпизод жесткий, очень жесткий. То есть, эти ребята, они прикрывали Луганск. Да, когда отходили ребята, чтобы перегруппироваться, их оставили, вот эту одну машину оставили прикрывать своих парней, то есть, и мирных жителей тогда отводили. Они знали, что они погибнут. У экипажа было четыре человека, то есть, они знали, что они погибнут. Они до последнего стояли, они уже все снаряды расстреляли, все БК расстреляли, короче. И уже просто газовали, делали вид, что перемещались какие-то, делали перемещения. Ну, это армейские какие-то такие моменты психологические. То есть, ну, погибли они их, спалили их. Уже они остались без всего там. Да, на танке стоит, увидели там цветочки постоянно, и приезжают люди, вспоминают. То есть, он стоит теперь как памятник, этот танк. Ну, практически на том же месте, где его спалили. Я заметил серьезные изменения, вот как вот сработался дружный коллектив, так сказать, то есть, можно сказать, армейский. То есть, они уже, действительно, семья, одна семья. То есть, они помогают, и уже ребят, которых, к сожалению, нету в живых, то есть, которые ранены. То есть, мы сами видели, то есть, и я участвовал вот в передаче вот этой помощи, которую мы привезли и разделяли там, помогали им. То есть, приходили ребята, которые получили серьезные ранения, то есть, мы им вручали лекарства, которые им так необходимы, потому что лекарства – это самое необходимое, в принципе, лекарства и продукты питания, что там действительно с этим проблема серьезная. Все очень дорого, если что-то есть, а в основном ничего нет. Вот. А что я видел еще своими глазами? Я видел, как коллектив вручал, вот я даже запечатлел что-то, коллектив вручал жене погибшего бойца сотовый телефон. Он ей необходим, я вот только потом узнал на съемке практически, то есть, когда уже побывал там, что необходим был ребенку, потому что ребенка рак, онкология, и дорогостоящая операция в Питере. И чтобы ей общаться с врачами, там нужен вайбер или ватсап, что-то через интернет какая-то связь. Очень хорошее дело вы делаете святое. Скажите, пожалуйста, продолжать собираетесь? Придется еще два года, как сказал командир батальона. Еще войны, он сказал, еще года на два. Я говорю, когда это прекратится? Он говорит, года через два. Спасибо, ребята, что вы пришли. Состоялась очень интересная беседа. Десногорцы ваучию увидели все события, которые происходят там. Увидели то, чем вы там занимаетесь. И я думаю, что все мы будем вам благодарны, если вы будете продолжать поддерживать наших собратьев. Спасибо вам. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.